В прошлой части мы рассматривали историю разработки Windows Vista, которая изначально называлась как Windows Longhorn, рассматривали первые ключевые сборки и выясняли почему и из-за чего произошёл перезапуск проекта. Если вы не смотрели первую часть, то настоятельно рекомендую сделать это сейчас и после просмотра первой части перейти к просмотру второй, то есть этой. В этой части видео мы уже заострим внимание на релизную версию Windows Vista, сравним системные требования с предыдущей версией системы, рассмотрим редакции системы, узнаем что нового завезли в релиз, рассмотрим последние версии софта и прочие моменты, которые я считаю будут очень интересны. Что ж, наливайте себе чай, берите печеньки или что там у вас прямо сейчас имеется и давайте приступать к просмотру. Прошу заметить, что в этой части есть вероятность отсылок к прошлой части. Windows Vista вышла 30 ноября 2006 года, но не для обычных пользователей. Изначально система вышла для производителей компьютеров, корпоративных пользователей и компаний. Для обычного потребительского сегмента и для продажи в странах СНГ она вышла 30 января 2007 года. Эта система содержит два пакета обновлений, Service Pack 1 и Service Pack 2. Первый Service Pack вышел 4 февраля 2008, а второй вышел 25 мая 2009. Однако, SP2 установить можно только из-под SP1. Из-под обычной RTM-версии или же SP0 SP2 установить нельзя. Windows Vista по сравнению с Windows XP содержит в себе множество нововведений, но каких именно, это мы рассмотрим позднее. В качестве сокращенного имени иногда используется аккорним WinV, объединяющий три первые буквы, названия и версию ядра в римской записи. Эту систему критиковали очень много и по многим причинам, начиная от очень придирчивого UAC, контроля учетных записей нового компонента Vista, проблемами с работой старых программ и оборудования и заканчивая высокими системными требованиями на тот момент. Кстати, о требованиях. Если для системы Windows XP минимум требовались процессоры с частотой не ниже 233 МГц, 64 МБ ОЗУ, 1,5 ГБ места на жестком диске, видеоадаптер Super VGA и эта система вполне работала даже на слабых компьютерах тех лет. Но для Windows Vista требования стали чуточку повыше. Хотя нет, совсем не чуть-чуть. Для нормального запуска минимально нужно 512 МБ оперативной памяти, 15 ГБ свободного места на жестком диске и видеоадаптер с поддержкой DirectX 9. А рекомендуемые такие еще выше. От 1 до 2 ГБ ОЗУ, видеоадаптер с поддержкой DirectX 9, технологии Windows Aero и WDDM, Windows Display Driver Model. Это новая архитектура драйверов, она является заменой для архитектуры драйверов Windows XP и нацелена на повышение производительности графики и функциональность. И такие контрастные системные требования к новой Windows Vista по сравнению с Windows XP стали одной из причин недовольства новой версии системы пользователями. К примеру, если компьютер с процессором AMD Athlon XP со 128 или 256 МБ ОЗУ мог без проблем тянуть Windows XP, то Vista он бы уже не потянул. Нужно было обновлять компьютер. А обновление комплектующих компьютера дело все же не дешевое, оно так-то требует денег. Кстати говоря о цене. Стоило Windows Vista на старте продажи в 2007 году в зависимости от редакции от 199 до 399 долларов на американском рынке. В Германии это стоило от 200 до 500 евро. В России же цены вероятно начинались от 5300 до 10600 рублей. Опять же, в зависимости от редакции. Пакет обновления до Home Basic стоил 100 долларов. А до Ultimate 259. Также с выходом в Windows Vista начинала работу специальная программа по обновлению с низкой редакцией на более высокую. Windows Anytime Upgrade. Для обновления пользователю необходимо было купить ключ нужной редакции на официальном сайте Microsoft, что было несколько дешевле, чем обычная покупка Windows в розницу, и затем ввести его в программе. После ввода ключа начиналась полная переустановка системы с сохранением настроек, установленных файлов и программ. В Windows 7 процесс был значительно упрощен, вместо полной переустановки система просто добавляла нужные компоненты и меняла тип редакции. С выходом Windows 8 Windows Anytime Upgrade убрали, заменив его пунктиком с простым обновлением выпуска в свойствах системы. Редакции новой системы по сравнению с Windows XP стало намного больше. Если у Windows XP для потребительского сегмента были редакции Starter, Home Edition, Media Center Edition и Professional, то у Vista это Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise и Ultimate. Windows Vista Starter – самая дешевая Windows Vista во всех смыслах. Распространялась она только на некоторых разбивающихся рынках в бедных странах и также могла предоставляться в качестве комплектной ОС на новых ноутбоках. По факту она от Windows XP Starter Edition ничем не отличается. Тоже ограничение на 3 открытые программы, ограничение на объем жесткого диска и ОЗУ. По сути это логическое продолжение Windows XP Starter Edition, о которой я уже рассказывал у себя на канале. Home Basic рассчитан чисто на домашний сегмент, здесь только самые базовые вещи, никакого Windows Aero, Windows Media Center и групповых политик. Home Premium также рассчитан на домашний сегмент, но тут уже появляется поддержка Windows Aero, увеличенный объем принимаемого ОЗУ до 16 гигабайт, тогда как в Home Basic лимитом было 8 гигабайт, полная поддержка сенсорных экранов, планшетных функций и технологий Windows Ink. 3D-игры по типу шахмат, маджунга и инкбола, Windows Media Center и прочие новые мультимедийные функции. Выглядит как логичное продолжение Windows XP Media Center Edition. Business рассчитан на корпоративный и бизнес сегмент, лимит ОЗУ увеличен до 128 гигабайт, но здесь урезана почти вся мультимедийная часть и убраны все стандартные игры. Полностью отсутствует родительский контроль, однако здесь делается упорная безопасность системы. Enterprise редакция содержит такие же самые вещи, что и в Business, но в Enterprise добавлена поддержка мультиязычности, BitLocker, Virtual PC и Unix подсистемы. Ну и наконец Ultimate редакция содержит в себе все функции предыдущих редакций, кроме Starter, естественно. Но это еще не все. Существует и специальное издание Windows Vista. Windows Vista Ultimate Upgrade Limited Numbered Signature Edition. Да, слегка длинноватое название вам не кажется? Эта редакция от Ultimate ничем не отличается, просто компания в качестве продвижения нового Windows Vista выпустила ограниченный тираж в 20000 экземпляров. На каждой коробке указан порядковый номер и подпись Билла Гейтса. Правда, вряд ли Билл собственноручно расписывался на каждой коробке такого издания. Windows Vista Product Red. От обычной Ultimate она также ничем не отличается, кроме поставки дополнительного контента, в виде скринсейверов, обоев, одной темы и гаджетов рабочего стола. При покупке этого издания часть суммы переводилась в компанию Product Red, целью которой является сбор средств для глобального фонда борьбы со спидом, туберкулезом, малярией и прочими глобальными болезнями. Так же, как в случае с Windows XP, имеются редакции не только для основного рынка, а имеются редакции, к примеру, для корейского рынка, которые не содержат по стандарту Windows Messenger, Windows Media Player и прочее мультимедийное приложение. Всё же, давайте приступим к моменту установки системы. Образ системы без проблем записывается на какой-либо DVD диск или флешку. Установка имеет уже только один этап – графический. От текстового этапа установки, который был тогда во всех Windows NT того времени, отказались. Теперь на смену пришла целиком графическая установка из-под специально созданной для этого версии Windows, Windows PE или Windows Preinstallation Environment . Ждём её окончательного запуска и после него перед нами появляется окно с выбором языка установки, выбором формата времени и раскладкой клавиатуры нашей будущей системы. Нажимаем «Далее» и мы видим кнопку «Установить», а в левом нижнем углу мы видим кнопку восстановления уже установленной системы и маленькую справку на тему, что следует знать перед установкой системы. Начинаем установку. Первым этапом будет ввод ключа, но его можно пропустить, однако если мы пропустим ввод ключа, то нам даётся пробный период в 30 дней для тестирования системы. И по истечении этих самых 30 дней система начнёт при каждом входе говорить о лицензии. Следующим этапом установки будет выбор редакции, которую вы приобрели. В моём случае этот образ содержит все редакции и в теории их списка можно выбрать любую, и он без проблем её поставит. Но я выбираю Windows Vista Ultimate и мы идём далее. Далее будет принятие лицензионного соглашения, которое вряд ли кто-то из нас его вообще читал. А потом перед нами будет два варианта – обновление или новая установка. Сейчас нам доступна только чистая установка, однако процесс обновления тоже стоит затронуть. В Windows XP обновление выполнялось поверх старой системы. Часть файлов и настройок сохранялись, а часть заменялась новыми данными. При обновлении до Windows Vista программа установки собирает из старой системы в отдельную папку все ваши настройки, файлы установленных программ и установленные драйвера. Чем больше программа установлена, тем больше занимает времени эта процедура. Затем проводится перезагрузка и начинается новая установка системы. Сохраненные настройки и файлы переносятся в новую систему. А файлы старой системы удаляются. Подобный подход требует больше свободного места на жестком диске, как минимум столько же, сколько нужно при полной установке. Однако при этом файлы старой системы сохраняются в целостности почти до завершения установки, поэтому при сбое в ходе установки Windows Vista все старые файлы и настройки можно будет восстановить, а саму установку откатить. Но мы выбираем чистую установку, так как я хочу установить ОС с нуля. Перед нами выбор раздела жесткого диска. Закончив выбор раздела и его форматирование, мы нажимаем далее и начинается установка системы. Этапы совершенно банальные. Копирование файлов, извлечение, установка компонентов. И да, как работает это самое извлечение файлов? Очень просто. Образ с готовой системой просто развертывается на ваш жесткий диск с помощью консольной стандартной утилиты DIS. Во время установки произойдет три перезагрузки и за это время система будет полностью скопирована, сконфигурирована, драйвера на известное устройство будут настроены и после установки перед нами появится первоначальная настройка. Первоначальная настройка сделана теперь в новом дизайне. Она не занимает весь экран, как это было в Windows XP, а является простым окном. На заднем фоне присутствует своего рода заглушка в виде картинки, сделанной в стиле Windows Vista. Сейчас нас просят ввести имя нашей будущей учетной записи, выбрать аватарку и по желанию ввести будущий пароль. Далее нужно строить работу автоматических обновлений, задать имя компьютера и выбрать фон для будущего рабочего стола. Выбрать тип сети и часовой пояс. После всех указаний нам говорят спасибо, но я говорю, пожалуйста, нажатием кнопки готово. Происходит следующая анимация и перед нами появляется новый экран входа, который нас приветствует и сообщает о том, что готовится рабочий стол. И, собственно, вот он, рабочий стол. Да, он пустой и совершенно простенький, даже интересно, что система там вообще подготавливала. Здесь только иконка корзины, да и в принципе всё. Но всё же… Что же нового по сравнению с Windows XP? Да много чего, даже объяснить всё сложно. Начнем, пожалуй, с самого значимого. Система получила полностью переработанный дизайн. Новые диалоговые окна, значки, скринсейверы, меню пуск, обои, экран входа, звуки, да и вообще весь системный стиль. По сравнению с Windows XP это действительно впечатляет. За время разработки Windows Vista дизайн системы был перерисован чуть ли не несколько раз. Также появилась технология Windows Aero, но о ней будет рассказано позднее. Появилась боковая панель Windows. По умолчанию боковая панель находится в правой части рабочего стола. Однако пользователь может настроить расположение боковой панели в правой, либо в левой части рабочего стола, либо вообще отключить эту самую боковую панель. В боковой панели есть мини-приложения, или же гаджеты, которые показывают какую-либо информацию, будь то дата, время, погода, процентная нагрузка процессора или курсы валют и акций. После установки по стандарту в боковой панели предустановлены часы, слайд-шоу из фотографий и RSS-гаджет новостей. Проводник Windows, как и вся система, также претерпел редизайн. Во-первых, в нём стало показываться больше информации. Появилась нижняя панель, которая при нажатии на файл сразу выводит подробную информацию о нём. Также под адресной строкой появилась панель быстрых действий, которая позволяет сделать что-либо с файлом или папкой, или быстро перейти к какому-либо разделу. Новая система поиска. Теперь поиск проводится сразу же, как только вы начинаете набирать текст в поле поиска, которое находится в меню Пуск или в окне Проводника. При вводе каждой следующей буквы система сужает результат поиска. Если необходимо запустить программу, то достаточно ввести часть имени ярлыка или исполняемого файла. Родительский контроль. Теперь на учётную запись с ограниченными правами можно установить контроль, назначить определённое разрешённое время пользования за компьютером, запретить доступ к каким-либо программам, разрешать запускать игры только определённой возрастной группы, разрешать или запрещать доступ к каким-либо сайтам. Можно ещё включать полное логирование действий пользователя, у которого включен родительский контроль. Топ-10 сайтов куда заходит или куда он пытался зайти, но не смог из-за наложенного запрета. Что он открывает, какие ошибки получает во время работы и многое другое. User Account Control . Оно призвано контролировать действия программ, которые хотят запросить права администратора. Например, предупреждает пользователя перед установкой новой программы, а также при запуске исполняемых файлов. Подобный способ предотвращает автоматическую установку вредоносных и шпионских программ, поскольку все другие окна будут заблокированы, пока пользователь не даст утвердительный или отрицательный ответ в окне подтверждения о серьёзности своих намерений. Windows Defender . Windows Vista дебютировал собственный антивирусный защитник от Microsoft – Windows Defender. Он призван защитить систему от вредоносных и шпионских программ. Появилась оценка производительности системы. Бесполезная функция, рассказывать ничего не буду. Появились новые приложения. Фотоальбом, календарь, контакты, конференц-зал, программа-ножницы для создания скриншотов, DVD-студия, программа для просмотра и сканирования факсов, а Outlook Express был заменен на почту Windows. Появился каталог игр. Появился BitLocker. BitLocker позволяет защищать данные путём полного шифрования логического диска. Сам ключ может храниться в чипе TPM, или же на USB-флешке, либо же в самом компьютере. В случае с TPM при загрузке компьютера ключ может быть получен из него сразу, либо только после входа с помощью USB-ключа или ввода пин-кода. Однако этот BitLocker ненадёжен, и прочитать информацию из зашифрованных дисков помогает программа DisLocker для Linux и macOS. И прочие мелкие нововведения, такие как режим гибернации, улучшенная функция восстановления системы, встроенные средства диагностики, служба ReadyBoost SuperFetch и новая версия DirectX. В Windows Vista, кроме остальных нововведений, появилась такая технология как Windows Aero. Благодаря этой технологии у нас окна теперь имеют эффект стекла, различные анимации и 3D-эффекты. Естественно, эта технология требует видеокарточку, которая поддерживает технологию DirectX 9 и драйвера, которые специально сделаны для Windows Vista с учётом этой технологии. В противном случае мы не увидим никаких эффектов, а сами окна станут в упрощённом стиле. Но если вы не хотите использовать Windows Aero или же как-то хотите немного сэкономить потребление АЗУ системой, то здесь имеется тема упрощённого формата, классические темы и темы с высокой контрастностью. Однако из вариантов классической темы здесь есть только стандартная и классическая. Прочих вариантов с разными расцветками, как это было в Windows XP, здесь не будет, они удалены. Осталась возможность установки сторонних тем. Для её включения, как в XP, всё так же нужно пропатчить файл uxzim.dll и найти тему, которая будет совместима с этой версией Windows. А как работает здесь центр обновлений в этой системе? А кажется, никак он, похоже, умер. Лично у меня через интернет не получается проверять или как-либо устанавливать обновления из сервера центра обновлений. При поиске выдаётся нам ошибка, и как бы не пытался повторять поиск, ошибка одна и та же. Поэтому ищем нужные обновления вручную и, собственно, также вручную их и ставим. Кроме скучных обновлений, также существовали пакеты, которые добавляли кое-какой функционал в систему. Это почти как пакет PLUS, который был в Windows начиная с 95 до версии XP, но этот пакет ничего общего с PLUS уже не имел. И называется этот пакет Windows Ultimate Extras. Он содержит в себе дополнительные игры, звуковые схемы и программу DreamScene. Она позволяет установить любую видеозапись и в качестве обоев рабочего стола, а-ля живые обои на андроиде или прародитель программ а-ля wallpaper engine. А кое-кто, к примеру, я сидя на XP и ставил гифки в качестве фона рабочего стола. Да, это слегка странно выглядело, но такая возможность была? Была. Значит, почему бы ей не воспользоваться? Ну а теперь от Windows Ultimate Extras мы плавно переходим к тестированию софта. Итак, как обстоят дела в плане стороннего софта для моего повседневного использования, без каких-либо патчей? Начнём, пожалуй, с браузеров. Google Chrome официально перестал поддерживать Windows XP и Windows Vista H в 2015 году и больше не обновляется. Firefox официально также не обновляется, но уже с 2017-го. Но, однако, есть форки, к примеру, MyPal. И вот он вполне бодро себя чувствует в этой системе, но, однако, этот проект был заброшен 1 сентября 2021 года. Разработчика заставили закрыть проект разработчики из PaleMoon. Более детально, почему так и произошло, я сказать не смогу, но точно скажу, что команда PaleMoon запсиховала из-за того, что исходники программы MyPal в гитхабе вовремя не обновлялись, и эта самая команда PaleMoon просто заставила разработчика закрыть проект MyPal. И де-факто это стало причиной закрытия. Из мультимедийных программ до сих пор спокойно поддерживается и стабильно запускается VLC и KM Player. А IMP тут уже… не работает. Хотя в XP он спокойно запускается. В качестве какого-либо офиса сойдут Microsoft Office 2007 и последняя на момент снятия данного видео версия OpenOffice. Microsoft Office 2013 здесь уже не заработает, а 2010-ый лично у меня почему-то вылетает. В роли файлового менеджера хорошо подходит Total Commander, который безо всяких вопросов запускается в Windows Vista. Да и не только в Vista, но даже и на Windows 98. Telegram… а что Telegram? Он работает спокойно. Telegram перестал поддерживать Windows XP и Windows Vista в 2019 году. И последняя версия здесь как раз таки из 2019-го. Здесь нет ни спойлеров, ни видеостикеров, ни рекламы, ни прочего нового функционала. А современная веб-версия Telegram открывается без проблем, поэтому… засчитываем. А что насчёт всяких After Effects, Audition, Dreamweaver, Illustrator, Photoshop и прочих продуктов Adobe? Компания Adobe прекратила поддержку Windows Vista в своих продуктах в 2012 году. Поэтому последние версии данных программ останавливаются на версии CS6. Версии CC уже здесь не запустятся. Ну и последнее, что мы здесь рассмотрим, это редактор звука Audacity. Он также вполне себе и без каких-либо нареканий работает. Окей, с софтом мы разобрались. Здесь всё показано без каких-либо патчей, хотфиксов, заплаток и костылей. Естественно, большинство производителей прекратили поддерживать эту систему через несколько лет после её выхода. Однако, есть один кое-какой проект, который, как по мне, будет очень интересен. И этот проект называется Extended Channel. Проект нацелен на запуск программ из Windows 7 в Windows Vista. Так как многие программы давным-давно бросили поддержку Vista, а Windows 7 для многих ещё актуальна и де-факто это продолжение Vista, то API этих двух систем почти идентичны, и запуск приложений, которые предназначены для Windows 7 среди Windows Vista, возможен. И вот как раз таки с помощью этого патча можно, к примеру, запустить последние версии Telegram, даже Firefox и мод на Discord. Для работоспособности данной прослойки обязательно нужны все последние обновления под Windows Vista до апреля 2017 года, и также требуется Internet Explorer 9, иначе патч может некорректно установиться, и тогда всю систему придётся переустанавливать. Ну вышло Windows Vista, и что мы имеем в итоге? Несмотря на всю эту рекламную кампанию, предустановку систем на новые ноутбуки в магазинах и прочие маркетинговые действия со стороны Microsoft, пользователи встретили систему не очень радужно. Системные требования, DRM, плохая производительность, нереализация некоторых обещанных функций, проблема со старыми драйверами, назойливая работа UAC, которая на каждый чик сообщала о получении прав администратора какой-либо программой или настройкой в панель управления. Не помогла и поставка системы в новые ПК, их попросту не покупали. Другие маркетинговые действия в виде лимитированных изданий, Windows Vista Product Red, одноимённого журнала Windows Vista, также были проигнорированы. Поэтому Microsoft избавила обороты и дальше поставляла Windows XP на новые компьютеры, но уже с припиской о том, что компьютер также совместим и с Windows Vista. Система так и не снискала свою популярность. Судя по данным статистики использования всех версий Windows, Vista заняла максимум только 25%, и после выхода Windows 7 доля системы активно начала падать. А компания Apple на презентации WWDC в 2006 году высмеяла Windows Vista и всю компанию Microsoft за то, что Microsoft сплагиатила фишки Mac OS X Tiger в свою систему, и причём в некоторых моментах было взято один в один. И теперь самый главный вопрос. А можно ли жить на Windows Vista в 2022 году? Как по мне, да. И причём вполне. Базовое приложение запускается, в интернетике лазить можно, музыку послушать, да и початиться тоже можно. Но лично для меня эта система, пусть она ещё даже очень хорошо и держится, всё равно уже стала частью истории, как и Windows 7. Расширенная поддержка этой системы прекращена 11 апреля 2017 года, однако у её серверного брата, Windows Server 2008, расширенная поддержка закончилась 14 января 2020. Но ещё имеется и платная поддержка от Microsoft, и она так-то ещё действует до 10 января 2023 года. Вот такие дела. А на этом всё. Спасибо большое за просмотр. Ставь лайк, если тебе было интересно. Также ты можешь подписаться на мой канал, чтобы поддержать моё творчество. Также спасибо всем, кто мне помогал сделать это видео и также огромное спасибо последним донатерам, которые поддерживают мой канал. До новых встреч!